здарова всем с вами миша выплюшка это канал бывшего осужденного ребят сегодня расскажу вам кто такие шныри как-то я пропустил это вообще тему не знаю почему че-то за люди как туда попадают шныри есть кто-то вдруг впервые на канале я сам провел 12 лет местах лишения свободы знаю всю эту бодягу от и до этим ни в коем случае не горжу здесь просто рассказываю свой опыт и не более так вот что же это за фрукты такие шнырюги как ним относятся на зоне где они живут и что с ними вообще там делают обо всем этом в сегодняшнем выпуске но для начала одна минутка вашего времени так ребят здорово всем сегодня вот покажу вам новые поступления наши сувенирной продукции смотрите в общем есть замечательные нарды для себя либо в подарок смотрите все футбольные команды локомотив зенит спартак цска также есть замечательные нарды шахматы 2 в 1 3 в 1 даже здесь еще и фишки можно в шашки играть резные фигуры все сделано классно здорово если поменьше такие вариации но тоже такого же плана тоже отличными фигурами вот также есть четки в машину если кому-то нравится хочется любой тематики абсолютно православный есть мусульманской обращайтесь вот здесь перекидные четки тоже кто хочет там поблотовать где-то вот фотографии есть группе ссылка будет в описании в контакте также вот из такого плана для настоящих гангстеров скажем а вот морской тематики охотничий в общем на любой вкус обращайтесь есть группа вконтакте оставлю ссылку в описании посмотрите варианты по ценам сориентируем давайте всем добра все ребята погнали начинаем прошу поставить палец вверх подписаться на канал и вот давайте погнали начнем наверно с того как попадают в шнуре есть несколько способов попасть на ли на самом деле их не так уж и много первый первый способ это за долги попадают шнуре ну шнуре мы сейчас как попадать шнуре а кто это шнуре это те кто короче шнырят убирают подметают короче ну вот уборщики помощники моет посуду там за кем-то короче стирает носки бывает вот ну такой короче как туда попадают за долги можно попасть очень часто попадают за карточный долг я думаю ни для кого не секрет и люди кто даже никогда не сидели в тюряге слышали по-любому что карточный долг типа это святое обязательно пишите в комментариях слышали вы что-то подобное нет и считаете ли вы что святое отдать карточный долг лично я считаю что святое это семья как минимум твоя они какие-то в общем не знаю там что там еще бывают какие-то моменты которые люди другие считаются что это святое тебе говорят и ты должен этому верить и так человек по проигрывает в карту он становится фуфлыжником если он не отдает долг раньше ними поступали следующим образом их могли продырявить добрый вечер либо в ебать разбить голову там там чуть ли до избить до полусмерти а бывало кстати то и другое но с течением времени там случилось бы надо сделать ролик может быть по поводу фуфлыжников если хотите чтобы я прям вот целиком и полностью раскрыл эту тему фуфлыжников но те кто кто это такие как они живут на зоне вот эти люди которые проиграли в карты не смогли отдать долг если хотите обязательно пишите в комментариях я сделаю ролик короче вопрос со временем как бы знал понятие менялись стали более лояльными и людей перестали загонять в петушатник еще куда-то и короче стали загонять вот как бы в шныри то есть иди отрабатывай свой долг человеку который у тебя выиграл ты ему короче вот будешь теперь от шнурить какой-то неопределенный ну как правило это до конца срока вот этого шныря или товарища которым он проиграл происходит это первый способ первый теперь способ номер бывают те которые уходят шнуре добровольным чем ими движет я честно греху его знает объясню почему я не могу понять их то есть они идут шнуре чтобы что-то иметь то есть им дают за это сигареты знаете там есть такая хуета типа младший семейник их называют бля щас чихну походу ладно их называют младший семейник есть семья там человека три или четыре они вот там хавают там у них там все есть ну а он за ними моет посуду готовит там им жрать короче стирает носки и они ему там она оставит чуть-чуть поесть дадут ему сигареты короче вот и и кстати чтобы не называть шныри последнее время я помню стали называть вот ну вот младший семейник хелпер еще застали вот ну потому что типа там вот и там шнырь не шнырь обижаются суки блять ранимые ранимые эти художника легко обидеть ранимой натуры ну вот и короче есть те которые уходили в шнуре типа добровольным потому как но у них типа нихуя нет ни мамы ни папы передачки вносить никто не будет а вот и вот они типа сами шли в шнуре чтобы у них там что-то было объясню почему я это хуйни не понимаю дело в том что тюрьма это место для преступников которые совершили преступления и вообще по идее должны как бы ну и себя что-то представлять ну как 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 мужчина да скажем так как пацан с улицы если у тебя нет мамы и папы которые тебя подогреют на зоне там очень много есть дел которыми ты можешь заняться и у тебя будет и чая сигареты хотя бы пойти работать даже очень вырезать из дерева там шить тапочки там короче ты похуй неважно но и находились те которые уходили бывало это но вот реально добровольно вот так то были те которые в этом добровольно принудительном порядке то есть шныри нужны чтобы понимали то есть они нужны там чтобы где-то не секции убирают то есть за всеми то есть живет секции 20 зеков или в хате на сизо за ними кто должен убирать выметать грязь там протирать пыль там и так далее но находит вот такого бедолагу которого ни родина ни флага и говорят ему слышь ты заебал от сообщика у нас тут жрать пить на халяву толку от тебя ноль и как бы это давайте будешь короче тут пользу приносить убирать и вот он может кто-то может меньше уйца а кто-то соглашается сразу там но я видел по-разному бывает кто-то давни вопрос все хватает веник и пошел типа как будто ждал этого предложения от которого нельзя отказаться кто-то начинает дни ну я вот там не буду я не хочу я лучше у вас ничего брать не буду там и так далее но как правило психологически его потом начинали там подламывать и так далее там типа да ты вас еще раз еще раз повторюсь находили бедолагу из которого сразу как бы ну вот так вот приметили сделать из него шнуря и наверно процентов 90 что из него шнуря сделать просто так бы к нему не подошли и он начинает там по всякому короче ну не кошмарить а создавать ему всякого рода трудности там типа вот вот это не трогать это не бери блять раз ты такой блять тебе тут нахуй все этот 5 10 это не хочешь здесь веником ходить вот кипятильник не трожь чайник не трожь там жопу бумага не вытирай блять короче начинает гнобить чтобы человек сам потом подошел сказал блять ладно все я был не прав там давайте все мне швабру в задницу блять там и нахуй и веник в руки блять и флаг нахуй в спину я попиздил в общем ну такого плана такой тоже присутствует вот но блять ну как бы тюрьма это не санаторий надо уметь за себя постоять у меня было кстати ребят что меня хотели подвести к тому чтобы я стал у одного бандита рязанского короче шнырём у него как-то шнуре все по под эти под рассосались от кто-то освободился кто-то еще кто-то делся а вот и а я был молодой а только с малолетки поднялся а вот и там ну занимался там всякой фигней там ну что такое полезного там найти там дорогу там вот на межкамерную связь там еще что-то и то есть я не я не был ни в коем случае похож на какого-то там бедолагу там либо то есть я наоборот как-то старался там еще себя показать там туда-сюда но дядька попался очень неприятный наглый и пиздец на самом деле бандит они далеко не такие как вот в бригаде их показывают ли в каких-то других фильмах там они благородные крутые рубин гуда и так далее нихуя у них руки блять вот так вот по локоть в крови им блять человека убить ничего не стоит блять и вообще они там никого за людей блять не считают ну так вот он мне такой знаете но не то чтобы меня там заставляли или как-то так у меня короче ну в шутку такие подъебоны типа блять серёг иди чайку заварим это завари вместе попьем там ну я говорю иди иди сам заваря я все в штыки у меня как бы в подъем может быть они просто прикалывались надо мной а вот и но я сразу такой типу я горды иди я не буду ничего заварить иди там типа ну не то что иди там нахуй да я могу не буду ничего заварить такой все не хочу не хочу с тобой чай пить такое но там дальше больше там подай мои носки там вот такая канитель игры да иди сам возьми и потом смотрящий захват и но это продолжал сколько там ну грубо говоря в течение дня вот эти вот приколы в мой адрес но смотрящий захват ему такой скал блять станет него он он час ночью чем там вскроется или нас порежет короче блять и по ним малолетки типу ну ебануты была такая канитель короче да вот единственный раз в моей жизни но не суть важно чем занимаются шныри в общем они готовят жрать там все там ну там вплоть до того там вот так но не то что знаете происходит так и халдей блять или к чайку мне там завари но что-то типа такого там типы этом и они как правило так вот еще выглядят печально как не знает как ну полу бомжи чтобы вы понимали это блять предпоследняя касту вот следующие касту петухи вот то есть они вот ну они практически вот они с ними прям рядом они даже иногда и общаются вместе там что-то блять не чефирят конечно воды короче ему там я там иди блять чайку блять завари иди там принеси и вот он все как как можно сравнить даже знаете типа как женой то есть чай заварит там ему скажешь там иди пожрать приготовь он приготовит то есть слуга принципе спецслуга блять вот вот как можно назвать нет ни жена блять вот вот жена не подходит потому что жена это немножко другое жене ты можешь причленивать хотя бы она там если причленивать нормально жене она тебе будет и готовить и стирать убирать вообще без проблем блять и любите прощать тебя до хера чего со шнырём так не прокатит короче шнырь это тот как но это тот чувак который работает блять вообще ну то есть но то есть он он не получает практически нихера на самом деле у меня тоже шныри были я как-то брал ну когда были нужны в зоне то есть ну даже знаете столовую ходить неохота берешь ему даешь контейнер вот те носит пожрать он принес тебе пожрать ты его раз зовешь и сюда василий он подходит чуть-чуть на война ужин такой ну вот там тип перловку блять и там какую селедку вареную такую ну давай там перловку короче промой найди луковицу найди ему еще надо найти ее по бараку побегать дедовщина блять такого только знаете это дедовщина такая что он не станет не так никогда себя вести так как я он до конца срока будет вот этим вот блять ниже плинтуса практически найдешь короче луковицу приправу промоешь пожаришь короче перловку и сделаешь котлеты блять из селедки тоже разберешь делаешь паштет пожаришь на плитке блять вот он все это готовит и получается мы там похавали вдвоем степом он поел бля у нас такой был шныри угар на это просто пиздец санем бля я как-то про него рассказывал но если это видос нормально наберет я про него расскажу бля это короче такой бля чел был это а я же рассказывал как он петушатиной накормил но чуть не накормил петушатиной там полублатных короче с другого этажа в этой же зоне и короче все он идет готовит ну он подойдет там дайте сигарет но моему товара он берет он либо берет либо мы ему выдаем там не знаю пачку сигарет в день иногда ему нихуя не даем то есть у самих нет ни хрена там найдем сами на двоих пачку сигарет у кого-нибудь он подойдет моему там вазь ну вот на тебе пяток сигарет блять у самих-то борода и так далее то есть то пусто густо и он от нами так вот живет вот этот слуга и но слуга от народа а то есть зашла передачка моему тоже там вася петя на тебе колбаски сигарет конфет короче всей хуйни а вот забыл про что рассказывал короче он готовит жрать моет посуду в зависимости от того насколько низко пал человек он может еще и стирать делать массаж кстати бывают такие до массажные шныри то есть его зовут он там массаж ног может сделать массаж спины постирать там с этим опахалом там стоять вот еще раз напомню это продолжается до конца срока либо должника если это в случае с долгом либо как бы ну человека которому он должен сейчас вам расскажу как в принципе можно с этой херни соскочить бывали люди которых туда загоняли у них не было выбора им короче пришлось туда пойти как мне ну как выбор у них было им могли разбить пол башки а вот и как бы но и и и дальше и дальше подпиживать его пока он не смириться со своей судьбой и не начнет все-таки он короче шнурить то есть но он соглашал сразу чтобы не получать пиздюлей такие люди но они всегда как бы сделали это все вот ну из-под палки были те которые специально чё-то шкодничали лишний раз они наверное даже и в баланду там и в еду им плевали короче но такого шныря себе брать знаете тоже такое себе удовольствие потому что неизвестно чего он те готовит чай и никакой никакого никакой нет гарантии даже письку не макнул там или еще чего-то вот гораздо лучше брать шныря который такой тип вот бедолага его взял и он типа там за какие-то блага вот тебе служит да то есть но для него есть есть какие там еще скачухи его там не заставляют никакой заниматься там уборка не уборка короче ты говоришь типа это мой личный шнырь все я не разрешаю ему допустим убирать там все и ну если ты если твое слово хоть что-то значит тюрьме тебя послушать скажешь хорошо серёга не вопрос твой значит твой так и вот те люди которые из-под палки там вот работают на этой должности ебучий шнырях они постоянно ищут способ как оттуда свалить но свалить тюрьма и вообще такое место откуда свалить можно только по концу срока свалить из шныр ства может только одним способом насколько я знаю ну это не не как бы не летальным исходом как бы повешением дам нагили чем-то еще короче на работу выйти на работу чаще всего со шнурей соскакивали вот так втихаря шли к начальнику отряда либо кому-то и просились на работу похоже на какую неважно там на самую тяжелую нам какие-то кирпичи разгружать день и ночь либо там не знаю там ну хоть куда там хоть на швейку хоть на пилораму но на работу вот и менты не знаю почему идут навстречу вот и как бы начинают процесс вот этот вот устраивание на работу но они видимо какие-то плюсики получать если они трудоустроили зэка там статистика не статистика но бы бывало и такое частенько блатные или кстати у кого бывают шнуре бывают у блатных бывают у красных бывают у каких-то приблотненных у обычных зэков у ну у основной масса у мужиков у них не бывает шнуре это только у каких-то привилегированных осужденных и кстати вы мне делаете замечание что я говорю осужденный а не осужденный наверное правильно сказать осужденный но все дело в том что администрация во всех тюрьмах которых я был а я был я был очень во многих я видел огромное количество сизо и зон они все называют осужденный то есть когда за тобой приходит говорят осужденный такой-то тебя к адвокату или по громкой связи тебя вызывает осужденный громов там при придите за передачкой вот они нас этому научили все вопросы к ним если вам что-то не нравится можете главе уфсина там или кому-то написать письмо бля что и видите ли я здесь неправильно говорю на канале из-за того что меня вот так вот очень долгое время учили сбиваюсь панталыги людей ну и короче пытались шныри свалить через работу то есть но если он выходит на работу все ему некогда шнырить не бывало такого в редких случаях было что он приходит с работы его все равно заставляют шнырить он такой типа бля ну я же работу устроился я пришел с работы я устал и никого не ебет иди давай чай заваривай и у тебя ван гора посуды весь день тебя ждет но но есть он выходил две смены все ему некогда было шнурить он уходил с утра 8 утра и приходил в 10 вечера а вот и все он как бы соскакивал его не трогали ему конечно подходили потом слышно какого хрена вообще там типа так сделал ты чё попутал но бить его не били типа ну вот он так типа втихаря сваливал сливался и все он выходил на работу но не забывайте что и красные блатные контактируют администрации и бывали случаи что во время вот этого процесса люди узнавали таким пизды им давали ты куда собрался на какие там работать ты полюбил работать ты теперь хочешь теперь хочешь ты там пилить колотить блять еще что-то ты помнишь сколько ты должен ты в карты здесь играл ходил блатовал игровой ты был ёпта а сейчас те в шныри загнали за то что ты там играл ни на что на жопу на свою ты поставила а теперь ты не хочешь ныреть ты вдруг на работу захотел ты чё ёпта крыса попутал ну и все пизеля дадут и ну договариваться ментами не пускать типа все его на работу его не пускают вообще вот такая политика партии там очень много на самом деле нюансов может быть как-нибудь еще затрону от все моменты вы обязательно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите комменты по поводу роликов ну и по по поводу этой темы в том числе напишите обязательно в комментариях смог бы ты смириться со судьбой шныря вот так вот 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 ты именно ты который сейчас смотришь этот ролик ты бы смог смириться с судьбой шныря если тебя загнали шныри чтобы лично ты бы делал если такое случилось ребят заглянув в описание найдете много всего интересного мой vk instagram меня есть закрытый телеграм-канал товарищи просто у блять там жара бля ребята там такие мы темы обсуждаем блять который я не могу здесь на ютубе затронут нам ебнешься общение 24 на 7 там такие темы пушка гонка и кстати есть еще у меня бусте это такая платформа где я выкладываю ролики другие ролики еще архивные старые ролики миллионники которые я в свое время из-за цензуры ютуба из-за закона который вышел 2020 году удалил я их заливать теперь на эту платформу на бусте в общем такие дела ребят берегите себя не занимайтесь никакой фигней слушайте мои истории мотайте на ус а с вами был миша выплюшка увидимся